Сейчас с нами на связи Денис Попович, украинский военный обозреватель. Денис, здравствуйте, как всегда, вам рады в нашем эфире. Добрый вечер. Есть уже, я так понимаю, заявление от самого Пригожина в телеграм-каналах, которые приближенные к Пригожину, как раз этот вопрос задавали. Я процитирую с вашего позволения главу основателя ЧВК Вагнер. Я не знаю, что сообщает Блумберг, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше, пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины. И, по сути дела, вопрос закрыт, никуда не едет господин Пригожин в Африку, не возвращается и продолжает воевать со своими наемниками на территории Украины. Либо же в этом контексте не все так однозначно, исходя из взаимоотношений ЧВК Вагнера, самого господина Пригожина и официальной кадровой армии Российской Федерации. Ну, этому сообщению, которое процитировали два дня, оно было четвертым. Соответственно, время прошло, никто никуда не идет из-под Бахмута, и поэтому, очевидно, можно утверждать, можно предполагать, что то, что сообщило Блумберг-агентство, оно или поспешно, или это все пока на уровне каких-то предположений и разговоров, а реальность такова, что ЧВК Вагнер продолжает оставаться на территории Украины и воевать под Бахмутом преимущественно. Одна из последних, скажем так, интересных новостей по Пригожину и его частной военной кампании, это заявление самого Пригожина о том, что 5000 человек было помиловано по истечению контрактов ЧВК Вагнера, и по этим данным можно следить, судить о потерях, которые частная военная кампания понесла во время боевых действий в Украине. Очевидно, это речь идет о тех людях, которые полгода уже воевали в составе ЧВК Вагнера, а это люди, которые заключили с ними контракты, ну, в начале осени, да, будем говорить, в начале осени прошлого года, то есть полгода примерно такой же срок. Вот тогда, а что речь, о 60 тысячах, 50-60 тысячах, вот 5000 человек дожили до времени окончания контракта. Вот по этим данным можно следить, насколько серьезные потери понесла ЧВК Вагнер в боях на территории Украины. А вот по эффективности этой кампании в Украине, что вы можете сказать? Ведь, учитывая то количество российских военных кадровых и количество представителей ЧВК Вагнера, причем набранных известно откуда, в чем заключается вообще ее такая эффективность и так много внимания, которое уделяется ей именно вот в разрезе войны в Украине? Ну, значительное количество зэков было набрано из мест лишения свободы в состав ЧВК Вагнера. В чем заключается эффективность? Все очень просто. У них особо нет никаких возможностей для маневра. То есть, или они идут вперед на укрепленную позицию украинской армии, и там как бог распорядится, может даже и выживет кто-нибудь, да? То есть, ну, шансов, чтобы выжить там больше все-таки, несмотря на то, что ситуация... То есть, позицию укрепленную их там убивают. Либо они отказывают, это точно, их убивают кувалдой, расстреливают в стороне от позиции ЧВК Вагнера и совершенно очевидно не погибают. Вот на фоне этого скудного выбора они вынуждены идти вперед для того, чтобы убить хотя бы какие-то шансы на выживание и на заветное помилование, которое получили 5000 человек. Что, получается, такая живая стена, чтобы не убили мобилизованных, таких же неподготовленных, но военных? Вот это вот и вся стратегия? Ну, заваливание живым мясом, то есть, это не только я говорю. То есть, их стратегия на востоке, это заваливание живым мясом. Мясные штурмы, так они это называют на самом деле. То есть, это прямое название. Как раз вопрос о том контингенте, который находится на территории Африки, на территории всего континента. Как я понимаю, там находятся боеспособные участники честной военной компании Вагнер, которые могут вести определенные, отвечать на определенные задачи, да, их выполнять более эффективно, более профессионально, чем заключенные, которые Вагнер понабирал себе в последний месяц, до того, как запретили. Почему же тогда тот контингент, он все еще остается на территории континента, но в большинстве своем? Как я понимаю, ведь можно часть просто перевозить, перевести на территорию Украины, здесь уже там, ну, выполнять задачи поставленные. Ну, часть и была перевезена. Тут же ж не только находится живое мясо, заключенные с места решения свободы. Кто-то ими командует. И кто-то осуществляет функции заградотряда, о которых я выше говорил. И вот командиры, это как раз те люди из числа тех, кто пришли в боевые действия в Африке, в африканских странах, в Сирии, в Ливии и так далее. То есть, часть людей были переброшены в качестве инструкторов, в качестве командиров, и они находятся на территории Украины. Ну, и, как вы правильно заметили, те, которые сейчас в Африке, это люди, которые боеспособны, они могут выполнять задачи. Это совсем не зэки, это те люди, которые имеют боевые опыты, те, которые были взяты в состав частной войны компании Вагнера, для того, чтобы воевать в Африке. Но там значительно меньше. Почему? Потому что боевые действия в Африке, они слегка другие, чем в Украине. То есть, война в Украине, она с теми событиями, которые есть в Африканских республиках, совершенно не сравнена. С другой стороны, есть еще одна частная военная компания, которая связывает как раз с господином Пригожиным конвой. Она называется, ну, официально якобы ее создал Сергей Аксенов, это глава оккупационной администрации российской в автономной республике Крым, украинской. Ее командир вот этого конвоя, это Константин Пекалов. Это куратор ЧВК Вагнер. В Африке, по-моему, три года назад о нем делали большущие расследования Беллингкэт, делали Инсайдер и Шпигель. Несколько изданий собрались и, собственно, рассказывали о влиянии частной военной компании Вагнер на территории Африки, о ключевых людях, и в том числе Пекалов. Вот был одним из ключевых персон от частной военной компании в тех странах континента, где ЧВК пыталась там править, как я понимаю. Кто-то из ваших коллег пытаются противопоставить конвой частной военной компании, частной военной компании Вагнер, что якобы вот он, новый заменитель для вагнеровцев вот здесь и сейчас на территории Украины. Вы как считаете, тут сыграла дружба Аксенова и Пригожина? Либо на самом деле подковерные игры теперь выливаются в создание такого ЧВК? Подковерные игры нужно усматривать создание ЧВК Шойгу. Вот это последствия подковерных игр, то есть попытка размыть роль ЧВК Вагнера за счет создания параллельных частных военной компаний на такой официальной или полуофициальной основе. Мы знаем о том, что ЧВК, как таковые, они не предусмотрены в российском законодательстве. Что же касается той компании, о которой упомянули, конвой, то, как мы знаем, вы правильно сказали, что она была создана при активном несчастье Аксенова, которого связывают определенные дружеские отношения с Пригожиным. Я не думаю, что здесь какое-то соперничество. Я думаю, что здесь как раз все направлено на то, чтобы создавать какие-то структуры. Возможно, направлено на то, чтобы противостоять возможному контрнаступлению украинской армии на Крым. Ну и, как возможно, к какой-то степени, может быть, частная армия Аксенова, которая могла бы нам пригодиться для каких-то собственных целей. Ведь они же предполагают, что украинская армия может начать деоккупацию Крыма. И там, как бог на душу положит, может быть, и понадобится такая частная военная компания для каких-то собственных целей. По количеству тех, которые состоят в этой армии, тоже есть информация. У большинства вагнерцев заканчиваются шестимесячные военные контракты. Поэтому в ближайшее время ЧВК может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных. Об этом заявляют в Институте изучения войны. Аналитики прогнозируют, что отток осужденных усугубит нехватку кадров в Вагнере, поскольку Кремль заблокировал ЧВК возможность в дальнейшем набирать заключенных. И, судя по всему, Пригожин придерживается обещания освобождать их после шести месяцев службы. Когда закончатся заключенные в тюрьмах? Или, в принципе, в России такое невозможно? Там, в общем-то, тюрьмы всегда будут в достатке. Где будут брать контингент? Почему же? Закончатся не вполне могут на самом деле. То есть они же не пополняются конвейером, заключенные. Там же не загребают людей на улицах для того, чтобы они потом служили у ЧВК Вагнера. Хотя есть и такое мнение. То есть там попал в тюрьму, потом попал в ЧВК, и такой круговорот людей в природе. Но мы знаем о том, что Пригожин пытается восполнить свой некомплект. Пытается проводить рекрутинг в спортивных клубах, в секциях и так далее. Прилекать футбольных фанатов. То есть он такой хочет ход найти для того, чтобы закрыть потребность в бойцах своих человек. Закончатся они могут только потому, заключенные. Просто потому, что перекрыли источник доходов. Источник рекрутинга. Но это было перекрыто уже предпосредничеством Министерства обороны официальными структурами. Помимо этого же перекрыли, то есть не открыли то, что требовал Пригожин. Это не только давать снаряды, но еще и уравнять в обеспечении с мобилизованными российскими властями россиянами. Ведь эту опцию ему тоже, в ней тоже отказали. Ну да, сказать да. Это сделали уже достаточно давно об этом речь. Но, как мы знаем, нехорошая жизнь это была сделана. Давайте вспомним интервью Путина, которое стало достоянием общественности вчера. Где он прямо заявил о том, что введен лимит на использование боеприпасов. Признав фактически, что есть снарядный голос Российской Федерации, в армии Российской Федерации. Теперь получается, что ЧВК Вагнера, который раньше был на привилегированных условиях, он работал под Бахмутом за счет связи с Суровикиным, который до середины января, если не ошибаюсь, был на первых ролях. Так называемая специальная военная операция, он давал преференции ЧВК Вагнеру. То, когда командование сменилось, просто эти наемники начали получать снарядов ровно столько, сколько получается Российской армии. Вот они попали под эти лимиты. То есть все очень просто в этой ситуации. Мы тут еще с Ксенией нашли информацию такую. Ну, случайно, да. Интересно же. Много, да, новостей? Просто о господине Пригожине иногда просто не поспеваешь за всеми заявлениями человека, пытавшегося... Ну, здесь активен, активен в пиаре пространстве. Да, да, да. Ну, человек знает, как это делать. Давайте говорить откровенно. Исходя из его биографии, от человека, который... Я пытаюсь сейчас вспомнить, по-моему, хот-доги он занимался производством таким. От дел кондитерских, дел кулинарных до уже непосредственно возглавления частной военной компании. Ну, тут не просто тут в Берешире. Мы же о чем говорим? О том, что он уже глобально рассматривает свою компанию как, в общем-то, оборонную структуру в решении мировых глобальных вызовов, которые происходят сейчас, в частности, в Африке. А глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предложил госсекретарю Шайнтони Блинкину профинансировать деятельность его организации на территории Африки, заявив, что его организации удалось достичь значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала. И далее прилагается даже вот письмо, вот, напечатанное непосредственно государственным секретарем Шайнтони Блинкину от Пригожина Евгения Викторовича. Странно, что на ней приведено на английский язык. Но сам факт, это троллинг? Или это действительно уже такой отрыв от земли обетованной, как и происходит в руководстве Кремля и в пропагандистских структурах российских, что совершенно неадекватное восприятие реальности? Да нет, на мой взгляд, это троллинг не более чем. Создание информационных поводов, создание ситуации, когда он становится заметен, чтобы его цитировать. Мы же с вами его процитировали, да? То есть, и на этом уровне он сумел достичь природных результатов. Нет, но вы знаете, смотря как цитировать. Цитировать в смысле, что вот действительно результат, или цитировать в смысле действительно абсурдности вообще этой ситуации? Чистый троллинг? Да. Чистый троллинг. Давайте вспомним, что вот изначально против него вообще были санкции наложены. Против Привожина и против Чувака Вагнера прежде всего. О каких, скажем так, действиях с стороны Блинкина вообще может идти речь в данной ситуации? Это не более чем информационный повод. Повод для того, чтобы о Привожине побольше поговорить. Денис, вам спасибо огромное за анализ. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Денис Попович был с нами на связи, украинский военный обозреватель.